Более 170 детей собрались на Рождественскую елку в Сыктывдинском районе. Праздник для малышей и их родителей устроили ветераны боевых действий, которые проживают в муниципалитете. Детей встречали сказочные герои и праздничное представление, а затем все приглашенные окунулись в сказку. Анастасия Тернина о том, как это было. Новогодние утренники остались позади, но у детей вновь появился повод надеть маскарадные костюмы. Рождественская елка – это долгожданный карнавал. И для малышей, и для их родителей. Дети очень довольны, нам очень нравится. Как только гости переступают порог районного дома культуры, сразу же окунаются в сказку. Маленьких принцесс, медвежат, мушкетеров встречают задорные ведущие. Даже самые скромные ребята через некоторое время начинают улыбаться. Многие из этих детей живут в непростых условиях, но на празднике забывают о своих заботах. Чем больше праздников, тем лучше. И для детей ветеранов, и для всех детей. И чтобы желательно, конечно, чтобы каждую неделю, каждый день какие-то делались мероприятия для них. И детям будет интересно, и также и родителям. Впервые праздник для детей участников боевых действий в Ильгарте устроили 11 лет назад. Местные активисты общества ветеранов локальных конфликтов решили сначала просто собрать подарки для ребят. Позже пришла идея пригласить их на елку в канун Рождества. Мы стараемся детей не забывать. Все-таки это единственный праздник начала года, который надо помнить детей. И отцы много настрадались, повоевали. И для них этот праздник, это, не знаю, тройной праздник. И Новый год, и Рождество. Идею праздника для своих бывших сослуживцев поддержали все ветераны. Нашли спонсоров. Это и представители малого бизнеса, и крупнейшие предприятия республики. Каждый год на Рождественской елке детям вручают подарки. А потому для них эта встреча становится еще долгожданней.